Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин На интересование szczepieniami, деликатнее mówiąc, jest już umiarkowane. Как думаешь, мы будем иметь следующую файлу в Польше в Польше? В этой ситуации начинается, наверное, можно поставить такую тему. Шокованный przez нас всказник reproduкции вируса от кое-каких дней есть повыше уровня 1, то значит, что цена закаже начинает расти. И в целом, в ближайшие недели, через несколько недель, даже пару месяцев, мы будем обсерваивать нарастание этой фали. Подобно, как в других европейских краях. И тут я вспомню, что-то очень важное вопрос из наших зрителей. На нашем первом или втором встрече, в лутом-марке, когда третала еще третья фала в Польше, падало вопрос о четвертой фале и мы говорили, что она наиболее появилась. Потому что уже тогда было понятно о варианте новых, более закажных. И эти вариантии до Европы достоялись, распространялись здесь, и стоп, и стоп та фала. Но, в целом, остается вопрос, о которой мы говорили, что если удастся с реализовать программ szczепей, то та kolejная фала закаже не может быть дотклива для господарки. Почему? Как это работает, мы можем сказать о том, что мы говорим. О этой господарте за chwilę поговорим. Пропоную в таком разе, чтобы мы начинали твою презентацию. Ну и, конечно, вспоминь нам о чате, о задавании вопросов. Окей, начнемо от первой вещи, от лечки месяца. 5 миллиардов, может на некоторых это не робит великого впечатления, но это есть немного денег, о чем мы говорим. Это 5 миллиардов, это квота трансферов заграничных работников в Польше в течение первого квартала этого года. 5 миллиардов квартал, 20 миллиардов квартал, это 1% ПКБ. Близко 1% ПКБ, очень показана квота. И прошу смотреть на выкрыс по левой стороне. В этом моменте, в этом моменте, это неизвестный, это неизвестный. Президент этого возникает, можно сказать, что это неизвестный. Потому что трансферы заграничных работников в Польше стаются больше, чем трансферы полков из-за границы в Польше, это погасшает нам. Это в случае погасшения ситуации в бизнесе платнице. Это между ними может легательнее отдать на курс злотого. Но если возьмем под внимание целую расшту трендов в нашем билансе платнице, роснущую надвыжку handловую и так далее, роснущую на курс безпосредних инвестиций заграничных, о чем говорили на попрежденном или предостатнем spotкании, то о билансе платнице не нужно смартить. А с целой уверенностью позитивно есть то, что надевает нас до нас много работников темчасовых из-за границы. И это показывает выкрыс по правой стороне, свежие, спрят пару дней, данные заклады убезпечения споечных дотяческих обцокроевцев убезпеченных в ЗУСе. Как витать, эта личба очень динамичнее росли, даже быстрее, чем перед pandемией. И это, конечно, сбавление для нашего рынка работы. Почти, работодавцы, с целой уверенностью, могут себя сцесить с тем, что pandemia не обстасшила обцокроевцев от нашего рынка работы, что тоже разные утромнения в премештенении людей связанные с pandемией не затримали этого тренда наплыва працедников заграничных в Польшу. Это легоди наперед на рынке работы, это позволяет ограничить, это было очень много говорящих, но ограничить премьер плацовую в определенном стопе. Действительно, взрослый плат в Польшу может быть надал меньше, чем в конкуренционных господарках в регионе, что является важной основой экспансии плацовского экспорта и также членником спреждающим налоговом безпосредних инвестиций заграничных в Польшу. Так что 5 млрд. зл. Это так на правду добра премьер плацовского экспорта. Это то, что можем лицать на наплыв в душе скале премьер-працовников заграничных. Это добра информация для польской господарки. Которая вещь. Выкрыс месяца, или более, выкрысы месяца с новыми проекциями Нового Банка Польшего. Очень важная вещь в контексте оценивания оборудовании ступроцентных НБП, в перспективе нормализации политики пенежной в Польше. И, пожалуйста, на эти выкрысы. Проекции ПКБ и инфляции НБПС. Три последние проекции с листопада попреднего р. Найстаршая, из которых показываем, и потом с марта и с липта этого года. И на этом тле наша прогноза актуальна. И, как видите, obecные проекции НБП с достаточно слижены до наших прогноз. С pewnым выводом, о чем зараз помню. И, одновременно, вспоминам, что систематически в течение трех последних проекции НБП эволюовали в сторону наших прогноз. НБП можно сказать, что нас гони. Мы хотим, что мы проекции НБП, о том, что нужно делать со стопами процентными. Памятное первое встречание в лутом, в рамках того, что НБП будет превидовать свои проекции от наших прогноз. Пропомню, что мы оптимистичны прогнозы высокие, на рынке прогнозы в том, в том, в том, что нбп нбп, нбп, а нашу прогнозу. Выкрас по правой стороне, проекция НБП для инфлации, прерывная линия НБП это наша прогноза и нбп. Нбп 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 1-1 соглашусь, спойно с нашим прогнозом на этот год, на этот до конца этого года, на уровне 4,5%. Я бы даже не выключил, что на конец ракетов ракетов в контексте ракетов ракетов в ракетах о том, что мы видим, что ракетов за ракетами ракетов и это дополнительно 2-3 месяца может подвигать демократов и инфлаке в ракетах инфляция может в нашей прогнозе и проекции НБП ракетов 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 прибыли проблением этой стоимости ракетов в спаде ракетов продвиженные стопы в ракетов 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 зелен-б проекции, а не прогноз, продвижения скабельные стопы ракетов НБП. Мы считаем, что подвышки 100% НБП начнутся в прошлом году. Конкретно, что в липце, потому что это месяц, когда будет презентирована одна из следующих эйций проекции инфляции НБП. Потом еще одна подвышка в дальней части прошлого года и потом, может быть, пауза в течение 2023 года, потому что это сезон выборный. Плюс наша прогноза инфляции показывает, что можно лицать тогда на успокоение инфляции. Которые подвышки 100% повреждены до нормальности, которую мы знаем спрят pandемии. Которые подвышки проведены на 2024 год. Рызыка, нашему мнению, подвышки 100% повреждены на уровне подвышки 100% повреждены на уровне подвышки 100% повреждены на уровне Как говорится, инфляция может заскакивать им плюс. Если взрост господарный тоже будет заскакивать позитивно, когда оказывается, что kolejная фала pandемии не является забойча для господальки, то может оказаться, что большинство в Раде ППП сделаетесь на początок нормализования политики пенежной уже конец этого года. И таким моментом подвышки на первую подвышку листопад предвестопад предвестопад за ступроцентным правдоподобие я особо выключил бы подвышки 100% алистопад будет новая проекция она покажет иную степочку инфляции и в конце была бы склонна подвышку политики пенежной или от подвышки 100% алистопроцентных может быть первым была бы была бы была бы была бы была бы самая заряда НБП о том, чтобы ограничить закупку актову пред поседания НБП и это уже подвышки ступроцентных в портеле облигации корпорационных ЭБЦ достаточно был удал бракши которые имеют душе удал в эмисиах газов в особенности CO2 и это видно на выкрасе по левой стороне сейчас это изменилось через свою политику инвестиционную строить фирм будет в меньшей скале купить фирм или фирм облигации корпорационных из секторов, которые много эмитируют газов цепла армян. Это примеры которые заходят на рынке. На pewno вы о том уже мы будем говорить о фирм 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 озд сотрудников GH фирм мы будем реализовать очень важные цели климатические Уни Европейской. А тут, ну, негативный аспект этого, тут есть выкрытие показывающие результаты в результате ПОЭ, что это касается сходов редукции эмиссии, сгоднее с стратегией ФИТФО 55 Уни Европейской. И, пожалуйста, уважите внимание, по левой стороне кошты для господарств домовых ограничения эмиссии CO2 связаны с транспортом. В этом случае, что в таком сценарии острым, ко до взрослого кошта эмиссии CO2, то есть, что в этом случае, то есть, что в этом случае, что для господарств домовых, очень значительно увеличивается. Он будет даже двукратнее меньше, чем сейчас. И по правой стороне видим кошты для господарств домовых, косты эмиссии связаны с эксплуатацией в том, что здесь есть еще большие взрослы этих коштов. Так что это тоже это вызвание для господарства по этой стороне, по той стороне, по той стороне коштовой. И в целом, для России это самое важное вызвание из-за всех краев Европейской из-за того, что на наш очень полезный микс энергетичный, о чем мы уже и в этом цикле, и при других оказах, при других встречах с вами мы могли бы поговорить. Еще раз захотелось до лекции наших опракований от этих загаданий, в особенности до лекции нашего комесячного newsletterа ESG. И остатня вещь. Тема месяца, но, на самом деле, мы хотели в тракте ваказии говорить о чем-то приемнейшем, но, на самом деле, не можно поминять этого темата. За месяц прерва вакацийна в севернии, поэтому тем больше нужно говорить о том, что нас ждет, а на ближше 2-3 месяца эта kolejная фала. Делта подбила свет, так как говорит титул этой секции. Но, на самом деле, на разе не ма поводу до паники, не ма поводу до ревизии достаточно оптимистичных, корыстных прогноз на решетку этого года. Будет себя kolejная фала пандемии связана с дельтой. Это видно на этом выкросе. Видачь потвердзоне случаи на свете. На выкросе по левой стороне. На выкросе по правой стороне мы гвалтовый взрос заказом в пилку пањстах европейских. На тле того, что случилось в Индиах вечно, то у нас этот вариант дельта, который пришел из Индии, даже в этом моменте распространяется много мощнее, хотя есть спорные вątplиwości дельтой. Это дельтой. Так или иначе, в Европе вдачь эвидентно початок потенциално дужеј фали заказы. И вяжется это с дельтой. Бадания сцегуовы показывают, что заходи о дельтой. По левой стороне видим данные для Велки Бртани. И витачь, что в той хвили немал 100% случаев, 100% случаев в Велки Бртани, то есть дельта в Польсце. Выкрос по правой стороне тоже дельта начинает доминировать. Это еще не половина всех закаже. И этих закаже в этом моменте есть очень мало, но за хвиле будем иметь за певно стопроцентный дельтой в закажениях в Польсце. И этих закаже может быть значительно не десятки, не сто килкадзесят, как в последних дниах, но можем нистете верить до poziомов типу 1000, или даже десятки на тысячи, так как 20-30, так как в последних двух фалах. Но, даже если закаже в Польсце будет росла мощно, так как в предыдущих фалах, так как это сейчас в Велкой Бртани, и тут видим данные для Велкой Бртани, дот. дот. а не другую, и третью, отдельно, как мы. А третья фала соедиентная фала в Великой Британии, так само, как в попседниках. Так, фала. Но, это, что очень важно с точки зрения приведения государственных и экономических, то количество hospitalизаций и сгонов, конкретно сгонов на этих выкрасах, есть значительно меньше. Прошу посмотреть, какая потяжная разница. По левой стороне попседния фала, очень большая количество сгонов уже на этом этапе, в фали. По правой стороне, очень большая количество и небольшой прирост. В следующих дниах нарастания фали. Так, что, кажется, что действуют шцепения. Потому что целью шцепения не является запобедение целковоцией загорениям. Шцепения, прежде всего, могут запобедить тяжелому пребегу в хоробе. И, кажется, что это работает. На этом варианте ДЭТА. Те, которые были использованы в Великой Британии, это почти те самые, как в Польше. Может быть, немного другая структура, но в невеликим структуру. Делают. Великой Британии, в стеке дотехчасового окресу пандемии. Конечно, памятайте, что есть разные разные между нами и Великой Британией. Там в той хвили есть зажцеплено 60% сообщества. В Польше 40-класс. Мамы спору праздника до выполнения. Тут так на правда от каждого з нас myślę, что что-то зале, и важно захэцать своих близких, знакомых, родзины до того, чтобы себя шцепить. На pewno без дуга отстепка за шцепленных дети не осуществляем на уровне целой популяции в стеклянце дуже отторности, так что-то шцепление молодежи и дети есть в стеклянце, для того, чтобы осуществить эту отторность популяционную и уникнуть не только людских, но и потяжных господарных коштов в следующей фали пандемии. И тут еще kolejный довод на то, что шцепления działают. По левой стороне выкрас с личбой закаже в Великой Британии осуществительных и незашцепительных. Незашцепительных небеска линя, зашцепительных помарацов. Это личбя по-просто номиналне личба закаже в тысячах. И прошу посмотреть, мы видим оцетях зашцепительных в понад 60%, то можно сказать, что те популяции с близзанной до себя личебностью. Поэтому можно просто patить на личбы безвгленно номиналне, а не на каких-то отсеток захоровань взгляда популяции зашцепione и незашцепione. И введение введение, что шцепения działают. Есть меньше захаржений в среду зашцепительных. И, так как прежде всего было введение, не введение, не введение тяжких пребегов chorобы. Так что это на певно чинник, так как рынки выценят от листопада зашлого года, когда появилась информация о скутечных шцепионках, шцепения с этим чинником, который нас может от пандемии уволнить. Может в тракте прошлого года, как WHO заповиада, что если зашцепимы 70% популяции в каждом краю на свете, то до поцовы прошлого года пандемия пожигнала мы целковище, но даже wcześniej шцепения с этим чинником, который может нас уволнить от дуже экономичных скотков пандемии. И тут остатня вещь шцепения в Польсце. Не остаемся как может драматичнее в дуу от средней унии, но не в церковь и тут с церковью проблем не есть логистка, не с процессы. Нистъти на этом этапе проблем есть нехэть многих полков для того, чтобы скепить. Важно, что нужно сделать все, чтобы это поменять и чтобы мы могли спорно, но тоже если в людское здоровье и жизнь лагоднее пройти через kolejную или последнюю фаль пандемию. И то это с моей стороны. С приемностью отвечу на вопросы. Мамы несколько вопросов. Первое, о цене палив. Как думаешь, как будет выглядеть в будущем если о цене ропы? Остатние действия ОПЕК дают шансе на то, что цены ропы останутся. Были выражены и взрослые тренд, но эта decisия ОПЕК дает шансе на то, чтобы его переломать. Не лицем на душе спадек, потому что помните о том, что святова господалька отжима. Взрослые вы видите уже в месяц. Взрослые цен не только ропы, но в большей скале других суроков. Не лицем на то, что цены ропы улегнут заламанию. Хотя развой в последней фали pandемии, какие-то restрыкции дот. между именем транспорту пасажерского, generalнее мельница мобильность людей, то может немного схлодить рынок ропы, обнижить цену ропы, но я бы закладал базовый сценарий стабилизации цену, в каком-то пределе 60-75 долларов за бариуку в ренте 60-80 и закладывая стабилизация нотовоин злотого, брак дальше ослабление, то есть базовый сценарий наших стратегов валутовых, стабилизация нотовоин злотого до конца года, взгляда заровно взгляда евро и доллара, то цены на стаках powinны się затримать, успокоить, устабилизовать, но на dość высоким poziomie, нистете, с шестком с прзоду, мейсцами, но аль выжсше косшты, выжсра инфляция, то есть, так как уже говорили пару разы, цена за оживление господаршее. В початку нашего споткания говорили о имигрантах, которых в поле в поле гораздо меньше, то значит, что Украинцы не выехали из полости? Были такие прогнозы не выехали. И тут właściwie я винен паре слов узаполнения до этого выкраса, которые показывали. То, что есть позитивное, что не только роста целый час еще работников заглянечных в поле, но тоже поправит себя какогость этой имиграции с пункта ведения працодавцов на певно, потому что бадания анкетовы показывают, что Украинцы coraz хэтнее, и так много роста трактуют Аплоскута как крем и а не транзыты, не выехали до Немец или других странных странных и и премьера премьера и премьера и не были тем в амурсове, а они все ассимируют, то может будет какая-есть часть полиза полиза проблем demографичных, если может несколько тысяч, а может больше Украинцев затримать в В каждом разе, смена постов Украинцев ствара на это гораздо большие шансы. Питание о «Одроченный попыт». Как долго будет себя утромывал и какой будет иметь влияние на спрета с интернетом? Питание о «Одроченный попыт» нашим знаниям еще есть. Он сейчас увидится в этой ситуации там, где мы были практически практически замкнуты, сейчас есть отверстие и есть сезон. То есть видим выбух консумпции в hotelах и ресторах, или в широко разуменной турыстике. Может, по-за линейки, где нистёте, взрослых выдастов, еще месяц-два месяца назад, затыла. Видео, что «Дельта» страсы скучно и этот сезон фракционный не будет для линейки лотников уданным. Это будет в следующем, в душе мере, сезон. Но, прежде всего, мы видим целый час очень большие осчёдности господарства домов. Такие приумсовые, связанные с тем, что раньше, в тракте пандемии, не можно было нормально пенеды бежащих доходов выдавать. И стопа осчёдности, целый час, есть ненатуральнее высокая, как на польские условия. То есть, это творит потенциал для того, чтобы чтобы закупы были реализованы, чтобы этот отрочный попыт себя реализовывал. Для этого, конечно, потреба для дополнительных вариантов, чтобы «Дельта» за очень сильно не страшила, чтобы склепы или пункты услуговые не были замкнуты. Но, если, было бы тоже вопрос о хандель интернетовый, если «Дельта» если «Дельта» будет страсить и будет поводовала какие-то restрыкции, то для хандла интернетового, для «И-commerce» это, конечно, будут целый час добрые а definitивный конец пандемии, или брак каких-либо обострений, может, прикрепить этот отрочный попыт в сторону хандлу стационарного. «И-commerce» на структуральном тренде, независимо от пандемии, зискует и будет развивать. Однако, то, что видели в тракте pandемии, это, смотря на данные ГУС официальные, это, довольно-таки шуткий повод консументов до традыцейного хандла. И по kolejных фалах pandемии очень быстро вернулись до нормальности. Наступил только небольшой взрослый «И-commerce» в целых оборотах хандлых. «Птасия гриба» значительно вплывала на поднесение «Цендровью». «Чы, твоим здаем, это вплывет на хову премислового?» «Пытание прежде всего нашего главного эксперта от рынка рульного, Мария Дзибульского. Но я думаю, что это не что-то 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 не очень дизайнерно, это что-то что-то это что-то 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 это преимущество попыт на дробь. То есть, то есть акурат тот родой мяса, который в бранжи хореца есть, или был интенсивно использованный и допуги допуги та бранжа не может нормальный, в полной нормальный, то это тоже есть сынник выбирающий пресе на продуктах дробных. Это все. Питания. Спасибо. Достаем, кстати, информацию, что мы имеем аварию Тимса. Бардо Панеста за то попросим. Линк з нашего споткання якнайсшибчей умещимы на Ютубе. Дякую бардо за уваге, за запытання. И чеяłbym панеста одразу запросить на kolejне спотканье, которое выjąтково отбеде się не за месяц, только за два, за взгляду на окрес урлоповый. Настэмным разом споткаме ся 23 грн. Есце раз бардо дякую за спотканье, за уваге. Жече панесту уданих урлопов и до зобачення. И здоровья. И здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова